Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем изучать мнения иностранных болельщиков о наших российских командах, выступающих в Еврокубках. И сосредоточимся на очередном российском скандале, который связан с футбольным клубом Краснодар. Перед началом встречи против Челси, быки, ну так скажем, не в полном составе, встали на одно колено. Если вы вдруг не знаете, сейчас перед началом игр в большинстве случаев команды проводят акцию поддержки движения Black Lives Matter. Ну и в общем-то здесь получается неоднозначная ситуация, что все игроки Челси встали на одно колено, поддержали, а вот у Краснодара было несколько игроков, которые отказались поддерживать. И это, конечно, вызвало страшный гнев среди иностранных фанатов. Тем более, что подобная ситуация была и перед первым матчем Челси и Краснодара. Там аристократы, несмотря на свое аристократическое происхождение, встали на одно колено, а вот игроки Краснодара решили не поддерживать, за исключением нескольких футболистов. Ну и сейчас история повторилась, и англичан, что называется, бомбит. Ну и давайте узнаем, что же они пишут сейчас касательно Краснодара и данного решения футболистов. Не вставать на колено. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные мнения на данную тему. Ну а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Узнаем, каково же мнение британских фанатов. Многие из вас наверняка делают ставки на спорт. И мне хотелось бы посоветовать вам тот портал, где ставлю лично я. Это сайт OneWin. Там очень удобный интерфейс, там эксклюзивные линии и очень простая регистрация буквально в один клик. Поэтому выводить деньги там можно без комиссии и в любой валюте. Вот, например, недавно я сделал ставку на победу Спартака в матче против Сочи. Благо, коэффициент достаточно приятный, даже больше двух. И здесь я решил поставить 2000 рублей. И хотелось бы отметить, что вы можете воспользоваться моим эксклюзивным промокодом Костья200. По нему вы можете получить 500% к первым четырем депозитам. Ну и плюс к этому хотелось бы отметить, что сейчас на сайте OneWin идет акция Кэшбэк 30%. Если пройдете по ссылке в закрепленном комментарии и введете этот промокод. Лордсон 247. От чего еще ждать от этих российских гулагов? Ну, теперь усилиями одного знаменитого лагерного стукача, который потом стал якобы великим писателем. Слово гулаг у иностранцев плотно ассоциируется с Россией и даже футболистов называют гулагами. Ну, не совсем понятно, что человек гулаг, что ли, или как. В общем, здесь это какое-то устойчивое выражение, которое теперь настолько плотно ассоциируется с нашей страной, что даже в этой ситуации нужно его каким-то образом приплести. Хотя не совсем понятно, почему тут гулаг и борьба за права темнокожих в США. Ну, не знаю. The Benefit написал. Респект Краснодару. Ну, вот есть люди с альтернативной точки зрения. Those who know. А этих парней хороши. Они не испугались. Ну, не испугались. Это, очевидно, намек на то, что сейчас, прям, скажем, тяжелая обстановка в западном обществе. Стоит тебе не согласиться с этой повесткой, так скажем, с этим политическим течением. Тебя начинают травить. Поэтому здесь, в общем-то, болельщики считают, что футболисты Краснодара совершили мужественный поступок. Хотя, например, у себя на родине, в России, вот эти игроки, ну, конечно же, их никто травить за это не будет. Напротив, у нас в большинстве люди поддержали вот это решение отказаться от, ну, так скажем, вот этой акции. Которая действительно напоминает уже какую-то нелепую показуху. Хиггис Рейс написал. Только я один заметил, как какой-то чудак из Краснодара не преклонил колено перед стартовым свистком. Ну, тут не чудак, тут другое слово было. Я просто заменил. Тут мат был. Ну, вот такова культура этих борцов за равенство. Ну, и хотелось бы отметить, что там не один такой чудак был, там сразу несколько. Каким Зиеш написал. Я очень разочарован. Как же это все грустно. Коуч Пит. А знали ли вы, что некоторые люди не склоняют голову, когда молятся? Некоторые не кладут руку на сердце, когда играют гимн. Просто потому, что у них на такие вещи другая точка зрения. Не то, чтобы я был согласен с поведением футболистов Краснодара. Но это их право. Ну, что ж, вот хоть какое-то разумное мнение, такое нейтральное мы здесь услышали. Изи Эвси написал. А я считаю, что если у тебя другая точка зрения на позицию против расизма, ты и есть расист. Зебен Нейт. Накажите их, черт побери. Отлучите Краснодар от футбола. Ци Эвси. Им не было необходимости делать это. Не преклонять колено не значит являться расистом. Вот мнение альтернативное одному из предыдущих, где поставили знак равенства. Не преклонил колено, значит расист. Ну, скоро, наверное, будет не поцеловал в задницу мигранта или афроамериканца или афрофранцуза. Все, ты уже сразу расист. Скоро доживем. Джибо Ферри написал. Преклонение колено в данном случае – это демонстрация того, что ты выступаешь против расизма. Если ты отказываешься, значит выступаешь за. Мне, почему-то, сразу вспоминается царь Леонид в фильме «Теста спартанцев», когда он сказал царю к сердцу, что у меня колено болит, поэтому я не могу его преклонить. Вот, наверное, самые страшные расисты – это люди с проблемами с коленями, которые не могут их преклонить. Вот они, наверное, самые главные мерзавцы. Джор Хэн написал. Молодцы! Вас не обязывают это делать. Они ведь не освистывали данную акцию или что-то вроде того. Они отнеслись к ней нейтрально, так что все в порядке. Террен Смит. Не понимаю, почему все, по большей части, такие ранимые. Люди заслуживают иметь право на свою точку зрения. Согласен. Футбол Рейп. Нет нужды привставать на колено, если тебе этого делать не хочется. Карос Эликс написал. Челси, надо было уйти из поля. Ну, то есть так же, как в матче Истанбула и ПСЖ. Квейстерсон написал. Настоящие гопники. Краснодарские гопники с семечками и со всеми делами отказались поддерживать афроамериканцев. Кэмерон 611. Позорное неуважение. Йонзен Джокер написал. Мне кажется, игроки должны сами решать, вставать им на колено или нет. И тем более, никто не вправе заставлять их это делать. Ну, как мы видим, остались еще люди. На Западе, в том числе, не до конца отмороженные по этой теме. Ну, и не забывайте проходить по ссылке в комментариях на сайт OneWin, где вы можете воспользоваться промокодом COSTYA200 и получить бонус в 200% к первому пополнению.